В Югре отремонтируют еще один участок трассы Сургут-Нижневартовск. Работу в рамках профильного нацпроекта выполнят на отрезке с 213 по 217 километр. Специалисты уложат более 60 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Целый комплекс работ будет направлен на повышение безопасности. На трассе установят новые бордюры, восстановят тротуары, выполнят озеленение, заменят барьерные ограждения и дорожные знаки. Кроме того, на участке появятся четыре новых автобусных павильона. Пока ведутся только подготовительные работы. Подрядчик устанавливает предупреждающие знаки и согласовывает с ГИБДД схемы движения на время капремонта. По условиям госконтракта участок должен быть готов в 2024 году. Отмечу, трасса Сургут-Нижневартовск одна из самых протяженных и загруженных в Югре. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог страны, обеспечивает транспортную доступность Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Лангипаса и Покачей. Интенсивность движения на некоторых участках достигает 22 тысяч автомобилей в сутки. Крытый манеж в конном клубе появился благодаря гранту губернатора Югры. Сегодня он работает уже в полную силу. Сюда завезли песок, установили леваду, тренировочное оборудование. Вокруг манежа продолжается обустройство. У нас будут три буны стоять здесь, можно будет смотреть, как детки занимаются. Кастливые различные соревнования. В будущем в манеже появится еще и комната для проведения различных праздников. Душевая для лошадей, зеркальная стена и различные предметы декора. Плюсы однозначные, что мы можем заниматься в любую погоду. Нам не страшен ни снег, ни дождь, ни ветер. Единственное, конечно, у нас там холодно, но я думаю, что мы этот вопрос тоже порешаем. Увеличилось количество занятий, количество людей, которые будут заниматься там. Ну и, конечно, атмосфера уже другая. Уже статус, наверное, другой. Что есть еще и крытый манеж, и конюшня. Поэтому благодаря этому манежу мы растем вверх. На грядущее лето руководитель конного клуба уже строит планы. Здесь вновь организуют туристическую программу для детей нашего округа. На отдых планируют принять 117 ребят. Анастасия Бокова, Дмитрий Слепенков. Из Белоярского. Специально для телекомпании «Югра». На территории гостиницы «Обь» появились кормушки для белок. Их изготовили ребята из Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра для инвалидов. Всю зиму мальчики делали лесную столовую для животных, а девочки их раскрашивали хантыскими узорами. Такое занятие прошло в рамках реабилитационного процесса трудотерапия. Материал для кормушек предоставила гостиница «Обь». Пришло время их повесить и наполнить кормом. Мы прививаем этим детям заботу о наших малых, животных. И плюс привлекли сегодня наших националов, которые рассказали им в красках, что есть и нижний, и средний мир. Мне кажется, детям понравилось. И мы будем продолжать, потому что для этих детей, для детей с особенностями, главная любовь людская, они это чувствуют и они любят всегда разговаривать, обниматься. И вот тепло души ты своей передаешь этим детям. К ребятам приехала и общественная организация «Торнай». Они познакомили особенных детей с народами ханты и манси. Здесь до освоения Самотлора проживали ханты и манси, коренные жители. Лес для нас – это дом. Дом, который нас кормит, согревает и обогревает. Прежде чем зайти в лес, мы всегда ему кланяемся, поклоняемся. И сегодня мы хотим с вами совершить вот такое священное действие. Загадайте, пожалуйста, желание, и мы вешаем ленточку на березу. Держи вот эту. Так, значит, загадал желание. Загадывай, тяни. Хорошо, бывший класс. Молодец. После ребят ждал мастер-класс по росписи пряничных открыток. На съедобном холсте нанесен контур, чтобы детям было легче раскрашивать. Тема съедобной открытки – «Югра, земля моя». В итоге на прянике должны появиться чум, семья, береза и белка. Это тематика наша, югорская, нижневартовская. Это так должно быть. Я так считаю, что сохранение традиций, которые вместе, где ты живешь, на земле, где ты живешь, мы сохраняем и прививаем нашим детям традиции. Что ты делаешь? Пряник. Ты его украшаешь? Да. А какими красками? Белый, оранжевый, синий, желтый и белый. Они съедобные? Да. А тебе нравится? Да. Ты уже попробовал? Только крем. И как тебе? Нормально. Сладкий. Алексей Сатинов подарил молодым художникам сертификат на покупку товаров для творчества. После росписи пряников ребят ждали веселые игры коренных народов Севера и чаепития. В меню сладкие блюда Ханта и Манси. Юлия Кузьмина, Роберт Шерифьянов, телеканал Самотлор. Как обезопасить себя и свой дом от пожара? Дачникам Нефтьюганска об этом рассказали сотрудники МЧС. Домовладельцам напомнили основные правила пожарной безопасности. Так, первичные средства тушения – это ящик с песком, бочка с водой и огнетушитель – всегда должны быть под рукой. Узнали дачники о том, что делать категорически запрещено. Например, сжигать сухую траву и использовать открытый огонь. Что касается шашлыков, можно, но крайне аккуратно. Любой случайно выпавший уголек или сильный порыв ветра могут превратить прекрасный выходной в настоящую трагедию. Поэтому к установке мангалов также есть свои четкие требования. Расстояние от зданий на садовом участке с 1 марта изменились, составляет не менее 5 метров. При этом территория горения должна быть очищена от горючих материалов на расстоянии 2 метров. За нарушение требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим для граждан предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей. А чего и нет, как не важно. Конечно, кто-то нуждается в этом, кто-то понимает. Конечно, надо напоминать. Курить я не курю. С огнем аккуратно отношусь всегда. У меня под контролем. Вода постоянно у меня, бочка, которая налита на всякий случай. То есть все безопасности? Да, даже огнешитель есть. На плечах почти 20 килограммов снаряжения, а за плечами десятки лет опыта. Первая группа, получив инструктаж, готова к посадке в Ан-2. Выполняют спасатели прыжки с самолета в народе, получившем название «кукурузник». Когда воздушное судно поднимается на одну тысячу метров, начинается выброска. И при одной только мысли о высоте, с которой приходится совершать прыжок, у любого может кругом пойти голова. Но только не у парашютиста-пожарного. Прыгаю с 2008 года. Уже получается. Вот у меня считал недавно 385 прыжков. С высоты все равно видно воду. Болото зеленое. Вот садишься, ищешь на серое куда-нибудь. Или к краю болота, к деревьям куда-нибудь. Сотни прыжков в арсенале здесь почти у каждого парашютиста. И все же отработанные до автоматизма элементы. Спасатели повторяют ежегодно. Ведь любая ошибка может привести к травме или стоить жизни. Не считаем себя героями. Обычная работа. Так же, как вы ходите на работу, так же. И мы полетели тушить пожары. Для нас это обычная работа. Шлем. Главное, парашют не забыть. Обязательно нужно намотать бинты на ноги, чтобы при приземлении. Это важно. Чтобы не подвернуть ногу. Чтобы, мало ли, кочка, камушек, нога была зафиксирована. Каждый парашютист должен совершить два тренировочных прыжка. И с высоты в один километр попасть в точку. Это цель производственных тренировок. А каждый элемент, начиная с развертывания купола в воздухе, и заканчивая приземлением, с земли оценивают инструкторы. Выбирается площадка приземления. Либо на лес, либо на прогалину, либо на болото пересохшее. Парашютисты туда прыгают недалеко от лесного пожара, в пределах 300-400 метров. И приступают к тушению пожара. Задействованы наши сотрудники в количестве 30 человек. И сотрудники советского филиала, нягинского филиала, соседнего в количестве 8 человек. Всего 38 человек. Сейчас отработаем навыки прыжков. И можно начинать сезон, можно прыгать к местам лесных пожаров. Независимо от времени года, в условиях, максимально приближенных к боевым, парашютисты пожарные отрабатывают свои навыки до автоматизма. Ведь их помощь может понадобиться любому региону и в любую минуту. У нас ребята ездили и на Ямал, и Чита, и Бурятия, и Тюмень, Кургань. Вот сейчас у нас десантники пожарные находятся в Кургане на тушении лесных пожаров. С нашего филиала десантников 17 десантников. Ну и плюс ПХС. Ну порядка 32 человек у нас сейчас с нашего филиала находятся в Кургане. Воздушная тренировка для парашютистов пожарных – всего лишь зачет. И после успешной сдачи сотрудники авиалесохраны получают доступ к работе. Теперь в любое время их могут задействовать в реальном тушении лесных пожаров, где отработанные навыки обязательно пригодятся. Галла Рублевская, Александр Охромович, Телеканал Первый Советский. На днях на территории одного из домовладений в сельском поселении Половинка зафиксировано возгорание сухой растительности. Мужчина решил покоптить рыбу на улице. Я не предусмотрел то, что может огонь распространиться на сухую травинскую растительность. Огонь вышел на траву. Получается, сгорела трава на территории домовладения у него и немного распространился, вышло к дороге. К счастью, постройки не пострадали, никто не пострадал, ни травм, ни гибели не произошло, так как подразделение «Синдраспаса» отреагировало своевременно, прибыли и потушили. В результате нарушения гражданинам действующих требований особого противопожарного режима информация была передана сотрудникам отдела надзорной деятельности Кандинского района для применения мер юридической ответственности к виновному лицу. На любителя покоптить рыбку был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Уважаемые жители, еще раз хочется обратиться к вам с просьбой не разводить на территории своих участков огня. Конечно, кажется, что со мной это не произойдет. Это где-то у кого-то, но, как показывает практика, даже человек, который работал в лесоохране, знает все меры предосторожности, и все равно это происходит. Будьте внимательны к себе и окружающим. Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности. Югорчан приглашают поделиться своими экологическими проектами. В округе стартовал прием заявок на конкурс «Экогид». Он пройдет в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Представить свои проекты могут учащиеся от 14 до 18 лет, волонтеры, некоммерческие и общественные организации, а также педагоги и предприниматели. На выбор три номинации – популяризация раздельного сбора, переработки и сокращения отходов, экологически осознанное отношение к животным и растениям и экологически осознанное отношение к окружающей среде, проблемам загрязнения и климатическим изменениям. Добавлю, заявки на участие принимаются до 31 мая. Итоги будут подведены 24 июня. Росенька, ну все-все, посиди, моя девочка. Посиди, 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 папа. Не бойся, не бойся. Шотландку по кличке Фрося принесла хозяйка Дарья, чтобы записать на стерилизацию. Девушка заметила, что периодически кошка ведет себя агрессивно. Все дело в гормонах, поясняет ветеринар. Агрессивная, кусается. То есть, если ее начинает кладить, то она как бы себя введену сразу начинает. Как тянется, не тратит. Фрося только готовится к операции. А вот пес Лаврик ее уже прошел. Пока немного слаб, но в целом оперативное вмешательство перенес нормально, говорит врач. Хозяева посчитали своим долгом обратиться в клинику для проведения процедуры кастрации. Ну, чтобы не учить животное. Нет у нас партнеров. Добрый, послушный, спокойный. Любит детей. Даже команду уже изучил. Садится. Лапку дает. Врачи советуют всем владельцам домашних животных вовремя позаботиться об их здоровье. Сделать вакцину от бешенства. Провести диагностику ушного клеща. Простерилизовать и прочипировать. Тем более, сейчас это можно сделать бесплатно. Для животных это максимально безопасно, а зато избавит от многих проблем. Мы, хозяев, всегда предупреждаем. Риск только в наркозе. Сама операция, в принципе, несложная. Но это надо. Во-первых, животное спокойнее. И самое главное, что не рожают, нет щенков. Бывает же, что вот были такие случаи, вот родила собака, мы сами находили в пакете щенков, их просто выкинули. Чтобы такого не было, и не было бездомных щенков, надо стерилизовать. Что касается чипирования животных, то это обязательная процедура во многих странах. Российские ветеринары тоже советуют владельцам питомцев сделать это. По сути, это электронный паспорт вашего пушистого друга. С помощью специального шприца под кожу вводится чип размером с рисовое зернышко. Быстро и не больно, не вызывает аллергии. Если принесут животное, мы проверим наличие чипа. Если есть, мы по номеру можем узнать хозяев. Потому что они, когда чипируют, пишут заявление, где указывают свои данные, адрес, все такое. И если за границу они захотят животное вывезти, это только с чипом. Чип – это самый надежный способ идентификации питомцев, говорит ветеринар. Процедуру можно совмещать с вакцинацией от бешенства и обработкой от паразитов. Никакой предварительной подготовки не требуется. Сами животные все эти медицинские манипуляции обычно переносят хорошо. А доброе и ответственное отношение помогает найти подход даже к самому своенравному животному. Если что, позвоните, пишите, ладно? Вопросы будут. Немножко неадекватно будут отходить. Шататься, болтаться. Можете поближе. Прижать, не застудить, ладно? Спасибо. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин, Александр Усков. Наши города. Когда началось происшествие, где вы были? Я варила суп. Это был борщ, очень вкусный. Я добавляла туда разные специи. В общем, я услышала, что сработала пожарная сигнализация. Будущий программист Михаил перевоплотился в работницу школьной столовой Галину Николаевну и дает интервью о недавнем происшествии. Ребята с энтузиазмом вживаются в роли журналиста и телеоператора, полностью отдаваясь творческому процессу. Сам опыт, то есть как мы друг с другом контактируем, пытаемся рассказать какую-то полную историю. То есть выходит очень интересно. Мы вместе придумывали новость, новостной повод, и уже ребята сами думали, какие вопросы они будут задавать, кому они будут задавать эти вопросы. Вот эта форма, она очень удачно сыграла, потому что в конце каждой ролевой игры... Ребята довольно быстро входят в роль, то есть будь то телеоператор, будь то корреспондент, и точно так же интервьюируемый. То есть они моментально коммуницируют между собой, и получается диалог. В соседней аудитории развернулся настоящий пункт по оказанию скорой медицинской помощи. Фельдшеры знакомят школьников с содержанием медицинского чемодана, в котором есть всё необходимое на вызове, и демонстрируют правильную фиксацию для безопасной транспортировки пострадавшего. В роли пациента на носилках восьмиклассница Мария, для которой подобный опыт особенно познавателен и полезен. Это было очень интересно, потому что я сама планирую стать медиком, вот на скорой помощи работать. Это было интересно, потому что узнать будущую профессию так изнутри, ощутить это всё на себе, то есть знаю, отточить все действия, которые потом буду проводить с пациентами. Это было очень интересно и познавательно. Познакомиться с этапами огневой подготовки, собрать и разобрать автомат Калашникова, пострелять из пневматической винтовки. В тире пятой школы развернулся пункт начальной военной подготовки. Начальная военная подготовка – это не только физическая подготовка, там, строевая подготовка. Там очень множество дисциплин, которые позволяют в первую очередь молодым людям подготовиться к армии. То есть это очень хороший задел. Я сам, как выпускник военно-патриотического клуба «Витязь», могу на своём примере сказать, что мне это очень помогло. Когда я пошёл в армию, мне было намного легче, чем моим сверстникам. И морально-психологический, и физический. Пожарный, энергетик, ветеринарный врач, нейропсихолог, полицейский, создатель приложений VR, мастер ногтевого сервиса, повар – представленный выбор будущих профессий действительно обширен. Возможно, благодаря сегодняшним мастер-классам кто-то из ребят с ним уже определился. Гуля Елистратова, Данил Яковлев, телекомпания «Пытьях.Информ». Питание в школе – неотъемлемая часть учебного процесса. От того, чем и как кормят детей, во многом зависит настроение и состояние ребёнка во время уроков. Поэтому требования для приготовления еды здесь отличаются от общественных столовых. И повара, когда приходят сюда на работу, полностью перестраиваются. Было тяжело поначалу, непривычно, что меню такое, другое, совершенно не такое, как для обычных людей. Необычные люди, конечно, у нас это маленькие люди. Готовим всё вообще очень, чтобы не было ни пересолёно, чтобы избытка всяких вот этих, не было никаких приправ, ничего тут нет. Но здесь меню, как бы дают меню, сказали, что сготовить, сготовили, выдали продукты, всё, ничего не надо заморачиваться насчёт, что приготовить, как в центральной столовой. Здесь идёт своё меню, и каждый день разное. Больше следим за чистотой, за соблюдением всех норм, закладки продуктов. Здесь же дети. В столовой Кандинской средней школы работают четыре повара. Этого достаточно, чтобы организовать питание почти трёх сотен детей во время занятий. Так сложилось, что в сельских школьных столовых обычно работают одни женщины. Они и еду готовят, и обеспечивают весь процесс питания детей. Так было и в Кандинской средней школе. Пока шесть лет назад сюда на работу не устроился Александр Захаров. Я сколько лет работал в женском коллективе, и в той столовой центральной, там тоже одни женщины только были, когда я работал. С армии пришёл, сразу там работать начал. Я в городе работал, там, наоборот, по большей части мужчины-повара, женщин мало, меньше намного. У нас в Ханты-Мансийске я работал, коллектив был где-то восемь мужчин, и всего две женщины. Да, это, наоборот, хорошо. Очень хорошо. Но он как бы всё равно разбавляет вот эту женскую энергетику. И когда одни женщины, это очень захлёстывает энергетика всех. Но он маленько разбавляет нашу энергетику. Это очень даже хорошо. Ну, наверное, в жизни мужчины вкуснее всё-таки готовят, я соглашусь. Профессию повара Александр выбрал сознательно. Окончил колледж в Ханты-Мансийске. Потом армия, где служил поваром, вернулся домой и сразу в центральную столовую устроился. Сегодня он не только кормит школьников, но и командует коллективом поваров. Ну, мы были зато во многих других школах района с кадетскими классами. Если сравнивать, конечно, питание в нашей школе намного лучше. У нас всегда тёплая еда, вкусная еда, красивая. Поэтому, если в сравнении, то, конечно, нам всё очень нравится. Это макароны с курицей, конечно, борщ от Александра и булочки. Даже как вы борщ от Александра называете? Да. Он прекрасен. Общий трудовой стаж работы поваром у Александра Захарова приближается к 20 годам. В школьной столовой мало свободы для кулинарных экспериментов. Однако и в такой ситуации Александру удаётся готовить не только полезно, но и вкусно. Особенно у него получается выпечка. Булки вкусные? Да. Очень-очень вкусные. Больше 75 тысяч югорчан попытались разгадать культурный код победы. Онлайн-викторину под таким названием организовало Хантамансийское региональное отделение «Единой России». Самые активные участники акции – жители столицы Самотлора. В пятёрке лидеров также знатоки из Сургутского района Сургута, Югорска и Нефтьюганска. Отмечу, что культурный код победы проходит с 25 марта по 15 мая. Так что у тех, кто не успел принять участие, есть возможность побороться за призы, главные из которых – 100 тысяч рублей. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте гармония86.рф. В викторине очень интересные вопросы. К примеру, сколько гармошек было отправлено по любое? Подсказка – 60 тысяч. Хантамансийский драматический театр. Какой вклад внёс в Великую Отечественную войну? Он собрал 15 тысяч на приобретение танка. Марийская плясовая в исполнении Анатолия Комиссарова. В звуке гармошки очаровали его ещё в детстве. И услышав однажды, он не расстаётся с ней вот уже 50 лет. При этом житель Сингапая нотной грамоте не обучен, всё подбирает на слух. Музыкальный инструмент – обязательный атрибут всех семейных праздников. Песни не смолкают даже после тяжёлого трудового дня. Любовь к музыке у Анатолия Ивановича от отца. Отец ещё тогда купил гармошку, он сам же гармонист отец, и прятал постоянно эту гармошку. Вдруг я сломаю эту гармошку, тогда же чё, бедно, как так-то жили там. И вот он прятал гармошку всё время, а я всё равно находил и потихоньку играл. На конкурс народный гармонист Югры подала заявку и Людмила Волокжанина. Научиться играть на гармоне было её мечтой, которая сбылась в колледже, где девушка изучала русский фольклор. Поэтому и репертуар соответствующий – русские, казачьи, плясовые и лиричные. Людмила уверена, более совершенного инструмента для народной музыки нет. Весь её творческий путь, а это 15 лет, её сопровождает её верная гармошка «Тульская». Мне её подарили по случаю. Когда я поехала работать на север, я спросила у одной милой женщины, можно вот эту маленькую гармошку мне взять с собой? Она говорит, вот эту зелёненькую, что ли? Берем. И так у меня в руках появилась гармония. Герои нашего сюжета в числе 65 претендентов на титул народного гармониста Югры. Победителя конкурса определят зрители. Онлайн-голосование продлится до 15 мая. Так что ещё есть время поддержать земляков. Ведь Нефтеуганский район богат на национальные традиции и колоритную культуру. Розана Гладкова, Денис Ичменёв, 7 канал.